Величаем Величим честное страдание Ваша, я же запринестал претерпеть и нести. Монастырь очень красив внешне, но мне поразила какая-то духовно-душевная красота монастыря, сестер, почувствовалось их доброе такое отношение, и если бы я даже не знала, что этот монастырь в честь святой Елизаветы, можно было по духу узнать, что это ее монастырь. Монастырь Ведь сестра это же, понимаете, одеть облачение это не значит быть сестрой, вот и все. Сестра это действительно внутреннее облачение. Бывают разные моменты. К сожалению, иногда вообще забываешь, что ты в монастыре, что это послушание, иногда это просто какая-то рутина. Думаешь, сколько можно уже? Нет, уже все надоело. А потом так раз и думаешь, господи, ты же вообще в монастыре, и слава Богу, что ты можешь что-то сделать хорошее. Вот интересно, я тоже себе этот вопрос задаю. Вот какой же наш монастырь будет в будущем? Ну, во-первых, я хочу, чтобы у него было будущее. И я очень надеюсь, что мы у истоков вот стоим, и это будет необычный монастырь. Мы уже немножко взрываем вот эти стереотипы людские. И даже наши. Мы сами, попадая внутрь монастыря, у нас у самих стереотипы ломаются. Но мы живем здесь настолько искренне, как бы одной душой. Я таких, как мы, больше не встречала. Продолжение следует...